В среду вечером были опубликованы протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы США. Из протоколов следует, что американская экономика восстанавливается достаточно умеренными темпами, тем не менее инфляция остается значительно ниже целевого уровня в 2%, низкими остаются также инфляционные ожидания, не вполне уверенно чувствует себя и домохозяйство. Федрезерв ожидает, что в краткосрочной перспективе показатели инфляции продолжат снижаться, и это во многом происходит из-за падения цен на энергоресурсы. Тем не менее, на среднесрочную и долгосрочную перспективу они ожидают увеличения показателей. Данные за октябрь будут опубликованы в четверг вечера вместе с данными по рынку труда. Стоит отметить, что тон последних минуток ФРС можно назвать раздражающе нейтральным. Снова не было сказано ничего конкретного, и, соответственно, реакция рынков была достаточно сдержанной. Вот это молчание можно расценить как намерение ФРС, может быть, не намерение, но, по крайней мере, план, помедлить с ужесточением параметров монетарной политики. Сегодня вышел довольно разочаровывающий блок индексов PMI по Европе. Данные оказались хуже ожиданий по Германии, по Франции и по еврозоне в целом. Пара евро-доллар, которая фактически не отреагировала на протоколы, снизилась к отметке 1,25 после негативных данных по индексам деловой активности в производственной сфере. Дальнейшая динамика пары определится после выхода сегодняшних данных по американской экономике, а также по итогам завтрашнего выступления главы ЕЦБ Марио Драги.